В Чебоксарах соберутся звезды женской вольной борьбы. В нашей республике впервые пройдет Кубок Мира по этому виду спорта. Главный тренер российской женской сборной уже привез в столицу Чувашии всю национальную дружину. За их тренировкой наблюдала наша съемочная группа. Проход в ноги, мельница, бросок через себя. Своё мастерство шлифует сборная России по женской вольной борьбе. Схватки сильных представителей слабого пола по зрелищности ничем не уступают мужским. Такие же приемы и правила. Но стиль у женщин все равно немного другой. Будут бороться в каждой весовой категории. По регламенту Кубка Мира борются два человека. Команда же на команду борьба идет. Поэтому может команда позволить себе поменять кого-то участников на другого. Такая чисто тактическая такая вариант. За Кубок Мира будут бороться 8 стран команд. Япония, Китай, США, Азербайджан, Монголия, Швеция, Украина и Россия. В нашей сборной и взрослые достаточно опытные борцы и те, кто первый раз выступает на таком уровне. Сплав опыта и молодежного азарта должен дать плоды, уверен олимпийский призер 2016 года Екатерина Букина. На Кубке Мира, я думаю, самым главным соперником будут все-таки японки, поскольку они законодательницы. Но все равно русский дух есть русский дух. Я думаю, что девочкам по силам. И выиграть у них тоже. Хоть какие бы они ни были, мы все равно сильнее всегда. В схватке времени на раздумье нет. Решение нужно принимать мгновенно. Иначе не победить, говорят спортсмены. Что такое подножки, подсечки и зацепки, чемпионка мира среди студентов Вероника Чумякова знает еще со школьной скамьи. Наша землячка будет бороться в весе до 55 килограммов. Тяжело, подготовка. Очень напряженно, так как очень на меня много возложено. Так как в Чувашской республике я выступаю одна. Мне кажется, что легче, когда дома. На расстоянии все равно тяжело. Думаешь о родителях. Популярность вольной борьбы среди представительниц прекрасного пола растет из года в год. Сейчас в Чувашии этот вид спорта активно развивается. Впервые это проводим, эти сборы. Мы всецело поддерживаем начинание Федерации спортивной борьбы России, которая собирается внедрить 10 центров женской борьбы, развития женской борьбы. И один из центров, который предполагается здесь, в Чувашской республике. Мы планируем открыть этот центр в Новочебоксарске. До одного из главных событий спортивного календаря Кубка мира по вольной борьбе среди женщин остается чуть более двух недель. Розыгрыш пройдет 1 и 2 декабря в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика.